Как заработать на нон-фарме поговорим в этом выпуске. Это важная американская новость. Количество занятых в не сельскохозяйственном секторе США. Если вы еще не знаете, то обязательно запишите себе блокнотик. Каждую первую пятницу нового месяца выходит эта новость и все трейдеры на этом зарабатывают. Кстати, я предупреждаю всех об этом в своем телеграм-канале, чтобы вместе всем заработать. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить эту важную новость. Также на этой неделе можно заработать еще и на австралийском долларе. Чуть позже я покажу на графике. Ну а если вы торгуете моим торговым роботом, то я также покажу, как заработать на нон-фарме с помощью него. Но не на долларе, кстати говоря, а на другой одной кроссовой валютной паре. Давайте посмотрим валютную пару евро-доллар и что на ней происходит. Что вообще на рынке происходит. Вначале хочу обратить внимание, что есть глобальные линии поддержки и сопротивления, на которых можно будет заработать, если до них дойдет цена. Сейчас в последнее время мы наблюдали рост евро и теперь небольшую коррекцию. Коррекция, кстати, отработала несколько уровней по Fibonacci. И сейчас мы их поближе разберем. Но для начала посмотрим, если цена пойдет вверх, то здесь ее ждет линия сопротивления. Это в районе цены 1.11.45. Отсюда можно будет продать и заработать на снижении. Здесь будет разворотная точка. Если же цена пойдет вниз, то здесь есть, смотрите, красные линии я отметил. Это линии поддержки. Если до них цена дойдет, от них покупаем и зарабатываем на росте. В районе цены 1.05.76 первая линия и вторая 1.07.00. Теперь давайте посмотрим поближе на H4 таймфрейм. Ну, во-первых, я жду цену около линии Fibonacci 61.8. Вот здесь в районе цены 1.07.79. Здесь можно будет купить и заработать на росте, если до нее дойдет цена. Что касается уровня 50. Смотрите, цена дошла, немного не дошла и откорректировалась. Я считаю, что этот уровень отработан, но сейчас, смотрите, сформировалась линия поддержки. Красные линии я отметил. Такая нисходящая линия поддержки. И если она дойдет до линии 50, точнее цена дойдет в тот момент, когда эти линии соединятся. Линия Fibonacci и линия поддержки. То, в принципе, это будет хорошая разворотная точка. Отсюда можно будет купить и заработать на росте. Поэтому вот несколько сигналов по евро-доллару. Как заработать на нонфарме, рассмотрим чуть попозже, когда я посмотрю экономический календарь. Как я говорил, не только на евро-долларе можно будет заработать, но еще на австралийском долларе. Во-первых, давайте посмотрим линию сопротивления. Если цена дойдет до этой линии, это примерно в районе цены 0.68.15, то отсюда можно будет продать и заработать на снижении. Бирюзовым прямоугольником я показываю разворотную точку. А также по австралийскому доллару будет новость, о которой мы чуть позже поговорим. На которой тоже можно будет заработать на этой неделе. Теперь давайте посмотрим евро-фунт. Это как раз кроссовая пара, о которой я говорил, на которой можно будет заработать торговым роботом. Сейчас сначала посмотрим линию сопротивления. Смотрите, здесь вот в районе цены 0.86.16. Можно будет продать и заработать на снижении, если цена дойдет до этой линии сопротивления. А если даже не дойдет, то в момент выхода новости нон-фарма, это будет в пятницу, нас ждет сильная волатильность. И обратите внимание, новость по доллару, а пара евро-фунт не содержит в себе доллара. Конечно, она состоит из двух пар, евро-доллар и фунт-доллар. Но тем не менее, сама пара доллар не содержит. Но за счет того, что будет сильная волатильность по доллару, можно ожидать, и частенько я это вижу, что кроссовая пара евро-фунт движется в волатильном коридоре. И это может продолжаться несколько часов после выхода новости, особенно в первые минуты. Причем характерность этого движения в том, что цена не имеет направления на движение. То есть, какое бы сильное движение ни было, скорее всего будет возврат обратно. То есть, вероятность того, что цена вернется после любого импульса обратно, очень высокая. А вероятность того, что она пойдет в одну сторону, как доллар, очень низкая. За счет этого можно выставить мой торговый робот в режиме Buy-Sell одновременно. Сделать короткий тейк-профит, короткое расстояние между усредняющими ордерами. И зарабатывать за счет того, что цена будет ходить вверх-вниз, вверх-вниз. Это очень удобно, если вы хотите получить мой торговый робот бесплатно. Если вы клиентомаркет, тем более, вы можете получить его бесплатно. Пишите мне. В описании к этому ролику есть ссылка на мой канал. А на моем канале в любом описании к видео вы можете найти мой телеграмм и написать мне. Я расскажу, как его получить бесплатно. Поэтому используйте эту новость и используйте пару как раз-таки евро-фунт. Доллар-франк, смотрите, ходит тоже в канале, что тоже очень хорошо для моего торгового робота в режиме Buy-Sell. Он очень любит боковые тренды, в них хорошо зарабатывает. Если вы торгуете вручную, то от линии поддержки в районе цены 0.89-0.19 можно будет купить и заработать на росте, когда цена до нее дойдет. Можно поставить отложенный ордер. А если цена дойдет вверх, до линии сопротивления, то это в районе цены 0.90-0.15. Отсюда можно будет продать и заработать на снижение. Еще больше валютных пар и разворотных точек можете посмотреть в моем полном обзоре на моем канале. Переходите по ссылке в описании к этому ролику на мой канал. Подписывайтесь и смотрите полный выпуск. Но сейчас давайте посмотрим экономические календари, как заработать на нонфарме. Вообще первые два дня будут достаточно спокойными, потому что праздники, смотрите, в Канаде, праздники в США. Поэтому особых движений здесь ждать не стоит. Но во вторник будет новость решения по процентной ставке австралийского центробанка. И планируется повышение. Поэтому если новость подтвердится, то можно ожидать просто австралийского доллара и заработать на росте. Если вы не знаете, как торговать на новостях, то лучше дождитесь, пока новость выйдет. И уже на коррекции, например, на продаже, если будет сильное движение вверх. На продаже сможете заработать не хуже, чем на крипте. Используя кредитное плечо, можно очень неплохо заработать. Если вы, кстати, сомневаетесь, но хотите лучше разбираться в новостях, обязательно проходите мой курс для начинающих у меня на канале. По ссылке в описании к любому видео найдете, как скачать программу моего базового курса для начинающих с нуля. Теперь давайте посмотрим в среду. Здесь будет публикация протокола FOMS. Направленного движения здесь никакого я не обещаю. Однако увеличение волатильности очень может быть. Это вечером новость выходит обычно. Поэтому пометьте себе. А лучше подпишитесь на мой телеграм-канал. Я обычно всех предупреждаю, подписывайтесь во время выхода новости, получите оповещение. В четверг особых новостей нет. И вот в пятницу, наконец-то, нонфарм. Изменение числа занятых не сельскохозяйственными в секторе США. И что мы здесь видим? Мы видим, что в прошлый раз было 339 тысяч, а в этот раз 200 тысяч. То есть существенное снижение. Это снижение говорит о том, что если оно подтвердится, то можно ожидать снижения доллара. Поэтому запасайтесь депозитами, можно и попкорном. И ждите выхода новости и сильного движения по доллару. Напоминаю, что если вы хотите получить мой торговый робот, если вы клиентомаркет, вы можете его получить бесплатно. Пишите мне по ссылке в описании на моем канале, не в телеграм. И я расскажу, как вам получить бесплатно. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.